За моей спиной самолет Boeing 737, который потерпел несколько минут назад катастрофу. Во время жесткой аварийной посадки у воздушного суда повредились топливные баки и произошло возгорание. В эти секунды проходят тушение, пожары и эвакуация людей. На борту самолета 240 пассажиров и 7 человек экипажа. И, к счастью, это только легенда учений на территории воздушной гавани Ультаж. По тревоге оповещены все экстренные службы, личный состав МЧС Дагестана и медицины катастроф. Тушат условное возгорание и охлаждают фузеляж при помощи специальных стволов и пенной атаки. Часть пожарных работают в аппаратах газодымозащиты. Им предстоит помочь пострадавшим как можно скорее покинуть опасную зону. Воспасение людей в такой ситуации отводится около пяти минут. Пожарные уложились в срок. Часть пассажиров эвакуировали через основной выход, а тех, кто не способен самостоятельно передвигаться через аварийный. Полная ликвидация пожара у нас прошла за 15 минут. С учетом данной ситуации, прибытия личного состава и организации межведомственного взаимодействия, то это достаточно хороший показатель. Всего на учениях задействовано 92 человека личного состава и 22 единиц техники. После эвакуации экипаж, находившийся на борту, передает уже медицинским бригадам. Основная задача учений – отработать взаимодействие всех служб. Они очень нужны, эти учения, потому что отрабатываются слаженность. Наконец понимают люди, что нужно делать, как нужно. Какие-то недочеты, все это потом разбирается и устраняется. Все подразделения с поставленными задачами справились. Подобные тренировки будут проходить периодически. На работе аэропорта это не сказывается. Учения проходят во время технического перерыва. Принято решение провести учения в связи с тем, что на сегодняшний день одно из важнейших составляющих – это безопасность пассажиров, безопасность наших гостей. Для нас было важно показать, что аэропорт Махачкала и главное управление МЧС совместно мы готовы и к приему, и к критическим ситуациям, и аварийным ситуациям. Есть над чем работать, скажем так. Есть те моменты, которые необходимо устранять. Но в целом учения прошли достаточно успешно. С работой справились, нормативы уложились. Тушение горящего самолета – задача не из легких. Нужно специальное оборудование, но самое главное – профессионализм. В таких ситуациях дорога каждая минута. По теме от Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.